До старта корабля «Союз ТМА-14М» с необычным экипажем ровно месяц. На космодроме полным ходом готовятся к запуску. В монтажно-испытательном корпусе специалисты Роскосмоса перегружают корабль на платформу и перевозят в вакуум-камеру для испытаний на герметичность. В данный момент на космодроме находится не один корабль. Проходит подготовку, а целых четыре. Два пилотируемых корабля «Союз» и два грузовых корабля «Прогресс». Один «Прогресс» и один «Союз» находятся в режиме хранения, а с двумя кораблями идет работа. Так, ничего не тянет тебе? Попробуй. К грядущему старту инженеров и монтажников РКК «Энергия» отношение особое. В космос полетит Елена Серова. Не только четвертая женщина-космонавт в отечественной истории, но и бывший инженер РКК «Энергия». Ну не сказать, что специально корабль под нее готовится. Корабли всегда мы готовим хорошо и качественно. Но особенность некоторая есть, присутствует. Конечно, хотелось бы подготовить для нее корабль лучше. Путь от земного инженера до покорителя орбит занял у Елены Серовой 8 лет. Кандидатом в отряд космонавтов была зачислена в 2006-м. Три года назад определился экипаж, в составе которого Серова и полетит на МКС. Герой России, космонавт Александр Самокутяев, отправится на орбиту в должности командира Союза во второй раз. Его первый старт в апреле 2011-го был на именном корабле «Гагарин», так как совпал с 50-летием полета первого космонавта планеты. «Как сказал Гагарин, поехали!» Бортинженер корабля, американец Барри Уилмор, астронавт со стажем, бывший летчик палубной авиации. Пять лет назад пилотировал шаттл «Атлантис». Тогда проработал на орбите всего 10 суток, но успел выйти в открытый космос. «Принято контроль давления. Принято 750. Принято 750». Сегодня в подмосковном Звездном основной экипаж Союза завершает многодневные тренировки. «Такое количество тренировок нужно. Во-первых, я бы, может быть, даже их еще и больше увеличил, потому что никогда не знаешь, что может произойти. А здесь идет нормальный процесс обучения, подготовка человека к тому, что ему никто не поможет там наверху, что только на свои силы, на свои знания можно рассчитывать. «Барри Уилмор такие испытания проходят впервые». Это обязательная практика для всех, кто претендует на место в Союзе. Астронавт не скрывает – опыт работы в нештатных ситуациях пригодится не только в космосе, но и в жизни. «Это хорошее испытание. Опыт держать любую трудную ситуацию под контролем. Такие испытания в моей космической карьере впервые». «Я доволен своим экипажем. Нормальные космонавты». В первые дни осени экипаж будет сдавать экзамен, который и подведет итог подготовки в Звездном городке. Впереди Байконур.